Здравствуйте уважаемые друзья! Самая большая страна мира, помнит нелепые указы головы МОК Томаса Баха, в адрес российского спорта и отечественных спортсменов. Никто не забыл и про дело Камилы Валиевой с китайскими пловцами, но то, что выкинул накануне президент Международного Олимпийского комитета, в адрес британских спортсменов, повергло в шок даже бывалых мировых спортивных функционеров. Наверняка в свое оправдание Томас Бах вновь скажет, что это другое дело, но переплюнуть этот поступок ему будет крайне тяжело. В свою очередь известные люди нашей страны, узнав о поступке главы МОК, поспешили срочно прокомментировать шокирующую ситуацию. О новом решении Томаса Баха и других новостях, в нашем сегодняшнем обзоре. Ну а чтобы узнать, что учудил глава МОК на этот раз, обязательно досматривайте видео до конца, ставьте лайк и оставляйте комментарий. Михаил Мамиашвили заявил, что был шокирован, когда узнал кто будет нести Олимпийский огонь в Париже. Он думал, что в эстафете будет участвовать великий ученый, космонавт, ну или на худой конец известный актер. Сейчас в Олимпийском движении вообще происходит немало необъяснимого. Например, Олимпийский огонь на одном из этапов будет нести трансгендер. Когда я узнал об этом, заинтересовался, начал искать информацию. Думал может это будет великий французский ученый, космонавт, актер, человек который сделал фундаментальное для страны, которая проводит игры. То есть определенные круги мирового общества, таким образом используют площадку Олимпийских игр, для продвижения своих идей, и своих ценностей. Сказал президент Федерации спортивной борьбы России, глава Олимпийского комитета России Станислав Позняков, обратился к Томасу Баху, узнав о новом шокирующем решении главы Международного Олимпийского комитета. Сложно вообще советовать такому человеку, как Томас Бах. Он и Международный Олимпийский комитет не самостоятельны в своих решениях. Просто хочу пожелать быть самими собой. К сожалению, нынешняя модель МОК предусматривает зависимость от финансового влияния. Поэтому собственно кто за музыку платит, тот девушку и танцует, приводит слова Познякова РИА Новости. Тем временем сам глава Международного Олимпийского комитета, шокировал не только российских спортсменов, но и мировую общественность новым решением. Накануне стало известно, что Томас Бах разрешил британским спортсменам посадить мужчину, более того чемпиона мира и олимпийского призера, в женский грибной экипаж на Олимпиаде. Рулевой Генри Филдман может стать первым, кто выиграет олимпийские награды в мужских и женских стартах, не поменяв при этом ориентацию. Более того, Олимпийские игры продолжают стремиться к гендерному равенству. На грядущей Олимпиаде мы можем увидеть новые совмещенные дисциплины, где практически не осталось закрытых для женщин видов спорта. Мужчин даже допустили в женское синхронное плавание, и даже в таких обстоятельствах итоговый состав сборной Великобритании по гребле не может не удивлять. Британцы решили заявить в составе женской восьмерки мужского рулевого. Оказывается правилами это было не запрещено, так что Генри Филдман может войти в историю как человек, который выигрывал медали в соревнованиях и среди мужчин, и среди женщин. В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, как относятся к нейтральному статусу российских спортсменов на предстоящих играх в Париже. Если наши спортсмены тем не менее решат поехать во Францию, тогда пусть они не обижаются, если наше общество сочтет их не разведчиками в тылу врага, а предателями. Было понятно, что все эти решения Запада направлены на раскол нашего общества. Они же отрезали эту надежду как ниточку, на которой все держалось. Нам надо было сразу сказать, что без флага и гимна, мы никуда не поедем. Но мы тянули до последнего, надеясь на доброту и снисходительность. В итоге пришли туда, куда пришли. Понятно, что во времена Холодной войны, мы встречали наших спортсменов как героев, но сейчас совершенно другая ситуация. Сегодня за флаг и за гимн страны наши ребята проливают кровь. Согласны ли вы с мнением Вячеслава Фетисова и что вы считаете по поводу участия мужчины в составе британской женской команды? Поделитесь вашими мнениями в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!